В прошлом году за электричество Ольга Васильевна суммарно заплатила чуть больше 6 тысяч рублей. Как оказалось, этого мало. В феврале я пошла платить за квартиру. Мне, вот я хожу в Ельце, сказали, что на вашу квартиру долг 1580 рублей. Я, естественно, соседи спрашиваю. И практически у нас в основном заплатили тысячу. Каждая квартира. На дом в 50 квартир за ОДН по электричеству выставили счет в 62 с лишним тысячи рублей. Счета на оплату ОДН жильцам дома на улице Октябрьской 1Б выставляет управляющая компания HCTEC. Каким образом общий объем потребленной электроэнергии на общедомовые нужды распределяется между жильцами, такой информации, учетая энергосбыт, нет. Узнавайте в своей управляющей компании, откуда у вас такая сумма вылезла. Все управляющие компании сказали, что энергозбыт, ну, в смысле, что энергозбыт выставил этот счет. И вот мы теперь не можем разобраться, кто кому что выставил. За разъяснением жители обратились и в муниципальную жилинспекцию. Нарушений в начислениях там не нашли. Сделано все на основании постановления правительства России. Размер расходов на оплату электроэнергии, исходя из показаний общедомового прибора учета, за 2023 год составил 79 975 рублей 33 копейки. По нормативу 17 732 рубля 88 копеек. Разница составила 62 242 рубля 45 копеек. Норматив – это сумма, которую жители заплатили по квитанциям. Разницу разделили на общую площадь жилых и нежилых помещений в доме. Чем больше квартира, тем больше надо заплатить. А вот у меня есть вопрос. Почему? На основании чего? Мы обратились в управляющую компанию. Нам там объяснили, что мы воруем электричество за счет того, что счетчики стоят в квартире. Вывести счетчики в подъезд нельзя. Это нарушение правил пожарной безопасности. При этом в коридорах нет какого-то яркого освещения. Лампы с датчиками движения. Включаются они ближе к вечеру. Жители подозревают в том числе магазины на первых этажах. Но в УК отметили, подключены они иначе и к ситуации отношения не имеют. Проблема, по мнению Ашситека, в расположении счетчиков. Кстати, эта проблема, она не только на Октябрьской 1Б. Это проблема во всех квартирных домах, где счетчики установлены в квартирах. Таких домов в моей управляющей компании большинство. Октябрьская 45, 43, 39. Там счетчики стоят в подъездах. То есть у нас к ним доступ физически есть. Мы в один день прошли, сняли показания, сделали корректировку. И там у них корректировка, по-моему, даже в минус. Но все-таки куда же может уходить электричество? Причин, по мнению управляющей, много. Начиная от возможных манипуляций со счетчиками и заканчивая их техническими особенностями. Квартирный может не учитывать потребление, например, телевизора, который подключен к сети, но не включен. А вот общедомовый энергопотребление учитывает. Решить ситуацию могла бы установка умных приборов учета, который автоматически передает данные напрямую в Читай-Энергосбыт. Но таких счетчиков в городе пока нет. Жители тем временем намерены обратиться в прокуратуру. Дорож Себданов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.